Итак, ребят, всем огромный привет, дико, прям серьезно, очень сильно перед вами извиняюсь за то, что целых два дня не было роликов на канале, на то была своя причина, но вроде как я ее решил. Собственно, сегодня мы вместе с вами немножко поиграем на моем основном аккаунте, и да, ребята, вы все правильно понимаете, драконами, и я думаю, вы уже успели догадаться, почему именно драконами. Именно поэтому события дракона сейчас проходят в игре, ну и, собственно, сегодня мы его попробуем выполнить. А что у нас из этого получится, давайте посмотрим, ну и пока поставлю ролик на паузу под еще подходящий для меня базу в поиске, и как только все будет готово, вновь подрубаю запись. Поэтому, ребята, никуда не уходите, я уже вот-вот вернусь. Ну что, ребятки, собственно, наша первая база выглядит вот таким вот образом, ну и давайте минимум двушка, минимум двушка нас отсюда интересует. Что из этого получится, понятия не имею, довольно давно не практиковался именно в плане игры драконами, поэтому ничего не обещаю. Так, вот надо бы определиться, с какой стороны стоило бы залететь, как вот вы считаете. Есть у меня задумка, давайте зайдем именно с противоположной стороны от королевы, чтобы она нам не мешала. Я сделаю, получается, ребята, вот так вот, сделаю вот так вот, и получается по две молнии на каждую из этих пвушек я также выдам, что нам позволит их благополучно снести. Блин, вот смотрите, две мортиры стоит, обе их закоцали в клам, но они снесли, то есть, как бы, проценты выгорают у нас, не получается их собрать. Очень жаль, но да ладно. Хотя, подождите, может быть, стоило как раз со стороны королевы заходить, чтобы ее убить. Хотя, ладно, бред, наплевать, не получится, так не получится. Давайте сейчас попытаемся у пацана забрать именно пвушку. Это у нас должно получиться прямо однозначно. Так, смотрите, жду выстрела мортира, мортира стреляет, после этого добрасываю тут стенобоев, и проходим, ребята, вместе с вами в эту секцию для того, чтобы поломать его пвушку. И, по идее, все должно проканать. После этого сейчас буду немножко здесь именно местность подчищать таким вот макаром. Так, а что у нас там королевка-то огребает? Это как-то вообще не камильфо приходится прожимать, ребята, а иначе-то и никак. Вау, вы гляньте. Насколько я понял, вот эта вот скидка на этих самых драконов дает о себе знать, потому что, как вы, я думаю, сами прекрасно видите, в каких, допустим, на защиту стали довольно частенько давать, мне кажется, это все неспроста делается, то есть видят ребята скидку, понимают, что это реально можно очень даже неплохо использовать, не только для нападения, но и для реально того, чтобы донатить, поднимать свой донат в клане, помогать своим сокланам в первую очередь уже после того, как поднимать донат и все такое. И, в принципе, это правильно, ребята, просекли фишку, это довольно грамотно. Что уж тут говорить? Слушайте, я, честно вам, признаться, не знаю. Звездочку мы, конечно, взяли, там все дела, красавчики, малорики, нам двушка. Нас, лично меня, в первую очередь, интересует с этой базы двушка. Я не знаю, серьезно, хрен его знает, получится ли эта самая двушка. Отсюда шансы есть, но они не столь большие, как лично мне бы хотелось. Ребята, потому что дракон, не пойми, что палит, он ведь по таунхоллу, да, он бьет по таунхоллу, но, как вы сами видите, буквально малость мы его не добиваем. Слушайте. Блин. Ребята, это всего лишь одна звезда, но знаете, в чем самый прикол? Я не могу переснять атаки, потому что в любом случае мне засчиталось данное нападение в событие дракон, и я как бы, как бы лыжанул. Это примерно то же самое, что без права на выбор, только с правом на выбор, но без права переснять, потому что в любом случае тогда пойдут вопросы, мол, в смысле, ты провел только две атаки, а у тебя уже выполнилось это событие, что за дела как так? Поэтому, ребята, придется вам показывать даже лажи, а это лажа, и ее тоже вам придется показать, потому что это является частью моего прогресса в этом событии. Ёлки-палки, слушайте, я что-то даже как-то не задумался, взял базу еще такую сильную, без разминки пошел. Короче, ребята, я все понял, первая атака косячная, давайте посмотрим, она ведь нам засчиталась, да, в события. Смотрим, да, ребята, один из трех в прогрессе уже присутствует, все, я понял, буду сейчас играть максимально осторожно, будем надеяться, что таких косяков с моей стороны больше не будет. Все, ребята, как только буду готов, встречаемся уже во втором нападении, и будем надеяться, что пройдет оно нормально, а не вот так. Все, давайте. Ну что, ребята, собственно, вторая база, на которую мы с вами нападем, выглядит вот таким вот образом, ну и давайте, как минимум, посмотрим, что же у нас из этого получится. Собственно, один землетряс выдаю тут, второй землетряс выдаю где-нибудь здесь, заодно еще и таунхолл продамажим, что тоже весьма полезно. Также, ребята, две молнии сюда, две молнии сюда, отлично, минус две ПВОшки, сейчас должно быть однозначно. После этого нашего голема, ребят, я сброшу, пожалуй, так, ага, домики, домики по краям нужно, наверное, сразу же ликвидировать, чтобы они не мешали. Вот так вот примерно сделаю, и после этого можно уже со спокойной душой поступать вот таким вот образом. Далее добрасывать короля, добрасывать, соответственно, вот это вот добро, и можно уже, наверное, будет еще и драконами здесь немножко почистить. Так, слушайте, моей основной задачей на данный момент является как можно быстрее уничтожить у противника королеву, и хотя бы, ну, блин, ПВОшку одну, что ли, приличие ради стоило бы, честно вам сказать, ломануть, это было бы прекрасно. Так, давайте прожимаю королеву, чтобы его квину забрать. Слушайте, ребят, ни одной из ПВОх вообще не получилось сломать, что-то как-то весьма грустно, по-моему, получается. Забор, кстати, для голема тоже не пробил, а это не особо правильный, как по мне. Ну, ладно, в общем, сейчас, короче, посмотрим, что у нас из этого получится. По крайней мере, уже почти 30% на базе взяли. Это, ну, не на базе, а с базы взяли. Это, это как минимум неплохо. Так, ну что, давайте, допустим, я вот думаю, где бы можно было так шарик скинуть, чтобы это дело нормально зашло. Ну, давайте, допустим, ну, как-нибудь, может, вот так вот это сделать. Слушайте, ребята, что-то опять дело наше дёченье постоято, потому что, ну, вы сами гляньте, как оно протекает. Всё, звёздочка-то одна, вероятнее всего, будет. А вот насчёт двух звёзд можно было бы поспорить, на самом деле. То есть, не стопудово, но сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, по крайней мере, дракончики нормально так выжигают домик у противника. Так, в принципе, меня всё устраивает в этом плане, это действительно у них получается делать классно. Слушайте, по-моему, двушка всё-таки может получиться здесь далеко не 100%, но может. Может, шанс есть. Так, 47%, осторожненько. Не торопимся, не спешим. Давайте, собственно, втихаря, допустим, кидану одного миньончика сюда. Так, отлично, башня лучниц пока не перефокусируется. Немножко ещё стенобойми. Коллектор продамажим. Так, осторожно, осторожно, ребята. 49% присутствует. Отлично, собственно, выбиваем. Выбиваем мы с вами вторую звезду, и, по-моему, это всё. Да, больше мы здесь с вами ничего сделать не смогли. Прям, видите, тютелька в тютельку, двушка. Вот этой атакой я уже доволен, на самом деле, более-менее, потому что, ну, какой-никакой. А результат получен. То есть, двушка, это уже 100% лучше, нежели, чем вот это вот нападение. Это я, ребята, вам точно гарантирую. Ну что, собственно, прогресс у нас 2 из 3, и буквально одна атака у нас с вами остаётся. И хотелось бы провести её как минимум годно. Так, подождите. Шестого уровня эти бомбочки. А можно посмотреть... Ага, это бомбочка пятого, этого пятого. Отлично, соответственно, нам их всего лишь осталось прокачать, поэтому я одну уже поставил. Всё, ребята, тогда просто всё прекрасно. Окей, время ваше не тяну. Встречаемся уже, получается, в последнем третьем нападении. И, по идее, если всё будет хорошо, то это задание, в этом мероприятии мы должны будем получить свою награду. Ну, увидимся уже чуть попозже. Соответственно, после атаки посмотрим, что и как с этим событием будет обстоять. Ну что, ребята, тогда наша последняя, третья балла на сегодня. И вот здесь, скажу вам честно, хотелось бы уже увидеть трёшку. До конца не уверен, что она получится, но всё же, ребята, хотелось бы, серьёзно, очень даже хотелось бы, поэтому давайте постараемся. Собственно, одну тряску даю сюда, вторую тряску даю сюда, ну и с помощью молнии благополучно это дело добиваем. Так, идти, естественно, будем со стороны королевы и ПВОшки, поэтому, ребят, давайте, сбрасываю здесь големы, и, соответственно, позади сейчас у меня обязательно пойдут герои. Так, забор можем, да, давайте прямо сейчас заборы пробью, вроде как всё получается. Блин, там Тесла очень не вовремя, можно сказать, вылезла, и двух из четырёх стен обоев забрала, и поэтому забор мы с вами, ребята, ну реально, к сожалению, моему большому до конца не добиваем. Так, ладно, ух так, вы посмотрите, голем умный попался, взял и начал коцный забор бить, это он красавчик. Так, с помощью короля мы сейчас добьём его ПВОшку довольно быстро, в идеале бы ещё вот это вот снести, но, ребята, понимаю, закатал губу, поэтому, ладно, не снесём, так не снесём. Так, давайте здесь я буду немножко именно территорию подчищать, почему бы и нет, ну и, в принципе, сейчас будем оформлять, так сказать, наш заход именно ближе к центру базы. Ну что, ребят, давайте, раз, два, три, четыре, пять, соответственно, наши драконы полетели, ну и позади уже вот-вот начинаем докидывать наших шаров, для того, чтобы они нам всячески холповали, ну и штучки, две буквально, две мушки осталось, три лучницы и один шарик. Буквально для того, чтобы, если вдруг что-то, добить, соответственно, недостающие процента, ну и прочие-прочие дела. Так, отлично, ребята, выносим у противника ПВОшку, вроде как, да, отлично, это безусловно радует. Так, давайте попытаюсь здесь беспалевно вот так вот сбросить шар, пускай холпует мне, раз уж мы сегодня, ребята, в этом нападении метимся на трёшку, то без этого, я думаю, ну не обойтись, как лично кажется мне. Так, ребятули, собственно, буквально башня лунков всего лишь одна остаётся и, скажу вам так, это более, это реально более чем реально, поэтому давайте пытаться. Вот эти вот чёрные бомбы такие неприятные, скажу я вам, ну ладно, держимся вроде как нормально. Очень плохо то, что довольно вялый дракон впитал в себя урон, то есть тот, у которого хп было не особо много, но в любом случае шарикам нашим хватает времени, чтобы долететь до башни лучницы и благополучно её поломать. Поэтому, ребята, всё просто чётко. Ну что, собственно, как итог, три атаки по нарастающей. Звезда, двушка, трёшка. Что ещё нужно? Я не знаю. Вот как-то так, ребята, мы сегодня именно с вами поиграли. Лично, мне кажется, довольно неплохой выпуск получился в целом, но и вот таким именно образом лично я на вот этом вот моём основном аккаунте выполнил события, связанные с драконами. Кто как из вас выполнил, я не знаю, может быть для вас все атаки прошли удачными, может быть наоборот не особо. Вот, ребята, видите, 300 опыта, получил 30 кристаллов и мне здесь написали, что событие выполнено. Поэтому вот как-то так оно и произошло. Ну что, ребята, примерно таким образом мы сегодня с вами и поиграли. Я буду очень надеяться, что выпуском вы остались довольны. Получился он такой, знаете, относительно неплохой звезда, двушка, трёшка. То есть липо нарастающий, такое, знаете, чувство, что разыгрывался, разыгрывался и под конец вывел, так сказать, максимально возможный результат. Примерно так вот я это дело вижу. Всё, ребята, время ваше затягивать не хочу. Всего вам хорошего, удачи, счастья, добра, позитива и всего, естественно, наилучшего. Увидимся, ребята, мы с вами совсем скоро. В ближайшем будущем на новом ролике или на новом Старимичанском. Всем, друзья мои, пока-пока.